Летние каникулы. Большую часть дня дети проводят самостоятельно, без присмотра родителей. Как обезопасить их жизнь, здоровье и имущество, нам расскажет временно исполняющая обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних Ксения Ежова. Здравствуйте, Ксения Дмитриевна. Давайте начнем с имущества. О чем стоит поговорить родителям со своими детьми и о чем напомнить им. В летний период времени учащаются кражи, хищения чужого имущества. В первую очередь это детского имущества, самокатов, велосипедов. К сожалению, дети без присмотра оставляют свои вещи, не пристегивают, что приводит к таким ситуациям. Я призываю детей и их родителей сберечь свое имущество, потому что свое имущество нужно пристегивать, оставлять в недоступных местах для злоумышленников. Также были случаи кражи телефонов, смартфонов, различной марки, потому что дети относятся, к сожалению, халатно к своим вещам, оставляют без своего присмотра, что приводит к тому, что другие люди совершают в отношении них противоправные действия, то есть совершают хищение чужих вещей. Как обезопасить нахождение детей возле водоемов? К сожалению, в том году мы столкнулись с таким несчастным случаем. У нас погиб ребенок. И хотелось бы, конечно, чтобы больше такого не случалось на территории города Урая. Поэтому я призываю родителей смотреть, как проводит время ваш ребенок, где он находится, контролировать его поведение. На территории города Урая у нас нет отведенных мест, где можно купаться. В любом случае, даже если ребенок будет под присмотром родителя, находясь на набережной, и вместе с родителями будет купаться, за это предусмотрена административная ответственность. По части 1 5.35, так как с того года у нас усилился контроль в этом направлении. То есть по этой части мы теперь привлекаем к административной ответственности. Этой весной в Урае произошел несчастный случай. Семилетний ребенок выпал из окна. Как предотвратить такие происшествия? Если родители оставляют своих детей на какое-то определенное количество времени, когда они находятся одни дома, естественно, нужно создать все условия для безопасного пребывания ребенка одному дома. Потому что ситуации бывают разные. Мы тоже, к сожалению, с этим сталкиваемся, когда у нас не первый случай, когда дети по неосторожности неосознанно выпали из окна. Виной тому являются москитные сетки, которые являются ненадежной конструкцией. Есть специальные такие устройства, которые предотвращают открытие самостоятельного окна. Как обезопасить нахождение детей в сети интернет? Действительно, у нас очень много детей сейчас сидят в интернете, пользуются социальными сетями, разными сайтами. У нас также были случаи совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Приведу пример о том, что ребенок перевел мошенникам денежные средства. То есть по какой той и иной причине. Общаясь с посторонними гражданами, не зная, кто они такие, вступают с ними в контакт, в переписку. То есть, естественно, этого делать нельзя, если ребенок, родителям провести беседу, контролировать поведение в сети своего ребенка, провести беседу с родителями, со своими детьми, обезопасить их поведение в сети и осуществлять систематический контроль. Спасибо, Ксения Дмитриевна. А я напоминаю, что сегодня мы обсуждали безопасность детей и их имущество во время летних каникул.